Приветствую вас. Давайте разберём то, что вы написали, и попробуем, собственно говоря, вам помочь. Что мне делать, если я боюсь всего и не могу найти себе девушку? А чего именно вы боитесь? Ну, хотя бы как-то вот надо бы выделить то, чего вы боитесь. Либо вы в этом видите для себя опасность, либо что? Почему вы этого боитесь? С чего началось то, что вы боитесь? Вы же не с детства боитесь всего. Вы же боитесь какого-то определенного момента. Нужно понять, с какого момента начались ваши страхи, с чем они связаны конкретно. Ваши страхи. И дальше уже, собственно, будет, я так полагаю, что понятно, о чем идет речь. Дальше. Так, мне страшно даже на свидания ходить. А зачем вы ходите на свидания? Для чего вы ходите на свидания? Зачем вы ищете девочку? То есть, в 20 лет. Ну, я понимаю, что вам, что вы хотите женского внимания, женского общества. Я понимаю. Момент здесь немножечко, на самом деле, в другом. Момент здесь в том, что вы, помимо этого, смысл еще какой-то вот со своей жизнью видите, помимо этого вы еще себя как-то реализуете. Помимо этого, вы чем-то понимаете, то есть такое ощущение, что вот девочки для вас там очень важно. То, что вы нервничаете, да, очень сильно. Ну, вот именно переживания нервные очень сильно. Говорят о том, что девочка для вас прямо очень нужна. И вот, собственно, нужно поисследовать этот момент. Почему, почему девочка для вас так сильно нужна. Чем она для вас так сильно нужна. Это нужно исследовать. Вот, значит, дальше. Так, нервничаю так, становится плохо мне 20 лет. Дмитрий, запишитесь на консультацию к психологу. Поработайте с психологом. Вот. И, соответственно, если вы будете работать с психологом, то, я полагаю, ваши страхи, они уйдут. Я так подозреваю вам, по крайней мере. Это то, что я вам могу сказать. Пока что. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Сделайте его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...